Дмитрий Ким Мы участвуем в ТИБА как участник и второй год, когда мы участвуем как генеральный партнер выставки ТИБА. Традиционно мы представляем решения трех бизнес-подразделений нашей компании. Это Huawei Enterprise, Huawei Carrier и Huawei Turn-off CBG, Consumer Business Group. Ну и в этом году у нас стенд, концепция нашего стенда как раз таки и разделена на то, чтобы представить наиболее интересные для сегодняшнего дня и, возможно, даже немножко на перспективу решения в трех бизнес-подразделениях нашей компании. У компании Huawei какие инновации, какие новые проекты есть? Ну в этом году мы представляем следующие линейки решения. Первое это Cloud, второе это PG и третье это IoT. Если рассматривать, скажем так, брифли эти решения, то в Cloud мы предоставляем облачные решения. Уже как лидер в облачных решениях мы предоставляем мобильные дата-центры, мы предоставляем гибридные облака и так далее. По 5G мы предоставляем уже, ну как знаете, по 3GPP операторы уже смогут разворачивать 5G-сети начиная со второго полугодия этого года. И что такое вообще в целом 5G? Если мы раньше говорили про 2G, это голос, 3G это интернет, 4G это видео, то 5G это уже в целом все остальные сервисы, например, что это? Например, это VR, например, это Connected Cars, умные беспроводные беспилотные машины, это также IoT и так далее. То есть если рассматривать 5G и IoT, это тоже непосредственно связано, мы можем предоставлять решения такие, как Smart Metering, то есть это умные счетчики. Например, предположим, в этом году мы рассматриваем такой проект, как умные счетчики Smart Metering. Это имеется в виду, что мы будем работать вместе с операторами, вместе с Минводоканал, и умные счетчики будут интегрироваться в каждый дом каждого жителя страны Беларусь. Эти счетчики будут получать информацию, сколько использовано воды, сколько использовано газа, электричество, и передавать всю эту информацию в наши дата-центры и IoT-платформы. То есть можно сказать, что жизнь абонентов и пользователей станет проще? Более Smart. Конечно, здесь очень много различных, скажем так, беннетов или плюсов. Первое, например, естественно, конечный пользователь может это все в онлайн-режиме рассматривать, какое количество он подобряет его ресурсов. Второе, понимаете, как плюс для Минводоканала или, например, для этих всех предприятий, им не нужно отправлять каких-то людей, которые это будут все проверять вручную. То есть они могут это все смотреть удаленно и вести эту работу. То есть им не нужно иметь какие-то ресурсы и тратить на это время. Ирина, добавиться? Да, конечно. Дмитрий рассказал о решениях для корпоративного сегмента и для операторского бизнеса. Ну, так вы знаете, меткой и камнем такого вытяжения всегда выступали и выступают терминальные решения. Это смартфоны. Традиционно мы представляем на Тиба наши флагманы, новые флагманы. И всегда выставка Тиба совпадает с презентацией и выводом на рынок новинки в линейке P-Platin. Это смартфоны, в которых идеально сочетается дизайн и потрясающая камера. И в этом году мы шагнули, вообще на самом деле мы сделали огромный шаг вперед. В 2016 году, представляя Huawei P9, мы сказали, что мы переосмысляем мобильную фотографию. В 2017 году, представив Huawei P10, P10+, мы сказали, что каждое фото, сделанное на камеру мобильного телефона, может быть достойно обложки. Потому что это позволяет и по цвету, и по качеству, и по вообще передаче реальной картинки, то есть как практически профессиональный фотоаппарат в руках. В этом году мы сделали, мне кажется, гигантский шаг вперед. Мы представляли, кстати, вот сейчас это была действительно новинка. Впервые в Беларуси мы представили смартфон Huawei P20 Pro. Это смартфон с первой в мире камерой, тройной камерой с поддержкой искусственного интеллекта. То есть мы сейчас говорим, что это смартфон с интеллектуальной фотографией, который позволяет каждому из нас, ну, то есть не обязательно быть профессиональным фотографом. Нет, мы не заменяем профессиональные фотоаппараты, сразу говорю. Мы просто говорим, что сейчас мобильная фотография, вернее фотография, сделана на камере мобильного телефона, она может быть практически профессиональной. И как раз-таки искусственный интеллект и алгоритмы искусственного интеллекта позволяют получить вот эту сочную картину. То, что видят наши глаза, передать это все на фотографию, и, соответственно, если вы будете распечатывать, это будет качество действительно хорошее, вы можете, не знаю, хоть плакат нельзя распечатать. Если вы фотографируете, то есть еще алгоритмы, они определяют сценарий съемки, 19 сценариев съемки. Вы наводите камеру на человека, он определяет, что это портрет, и подгружает соответствующие режимы, освещение, немного корректирует цвет лица. Он делает так, что у вас выразительные глаза, то есть вы, не то, что это другой человек, нет, это вы такой, каким выглядит у вас камера смартфона. Если вы наводите на небо, это будет небо, то, которое видит ваши глаза. То есть, понимаете, это уже совсем другой уровень фотографии, и это мобильная фотография, которая выходит с нами уже, ну, то есть, которую мы выводим уже тоже, показываем, как она может быть на совсем другом уровне. Есть еще такой момент, что, ну, я говорю, мы гордимся нашим продуктом, потому что это все наше что-то особенное, и мы говорим о том всегда, что мы хотели бы, чтобы наши пользователи вдохновлялись нашим продуктом. И как раз таки создавая такие устройства, мы действительно даем возможность вдохновляться, и человек может самовыражаться с помощью наших. Потому что мы все делаем селфи, мы все фотографируем, это каждый день. Не сделал фотографию, значит, ну, как-то неудобно, правда? Будет, я не знаю, в деловой жизни, либо в личной жизни, либо в семейной жизни, мы фотографируем своих детей, знаю, там, партнеров, там, встречи, отмечаем самые лучшие моменты. И очень хорошо, что в этих самых лучших моментах будет очень хорошая камера, которая запечатлита. А телефон, какой модель, уже в продаже? Конечно. Ну, опять-таки, смотрите, P20 и P20 Lite мы представляли месяц назад, и они уже сильно в продаже. А P20 Pro мы сегодня, это была тоже такая вишенка на торте, мы объявили о том, когда ожидать их в Беларуси, когда их можно будет приобрести, и сказали о цене. Очень хорошей цене, которая позволит приобрести данный аппарат. Спасибо вам большое за приятную беседу и хороших впечатлений от выставки. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.